Гриб-весенка в основном растет около гнилых деревьев, она любит в лесу. Вот, например, трухлявое дерево, оно прямо в нем, если подходящее дерево, может отложить корень. И корень может тянуться по всему дереву, а потом уже расползаться по всему лесу далее. Вот сейчас посмотрим, вот это место веселки, вот здесь где-то она должна быть. Дерево подходящее, мягкое. Так, корневой, нет, корневой системы мы в нем не видим. Здесь веселки нет, пойдем-ка дальше. Дальше, здесь нет корневой системы, здесь смотрим. Нет, а нет, корневая система на веселку похожа. Поверху идет, значит где-то здесь должна быть веселка. Вот корневая система, очень интересная. Надо ее подальше запихнуть сюда в дерево, если это веселка. Пускай она здесь будет, даст урожай. Надо, чтобы не замерзла ее в землю спрятать. Пойдем дальше смотреть. Здесь нету. Здесь нету. Вот оно и дало. Скорее всего, вот от этого дерева. Так, не раздавить бы здесь. Сейчас посмотрим. Вот оно, скорее всего, вот здесь корень пустила в этом дереве. И вот сам этот гриб веселки. Откапываем, прокапываем. Лучше делать это руками. Аккуратненько подцепляем корневую систему. Надрываем. О, какая шикарная корневая система. Вот он, гриб веселка. Корневая система просто шикарнейшая. Аккуратненько, лучше руками, чтобы не повредить корневую систему. С собой его взять на доращивание. Вот у него же. Он может быть через несколько часов уже и проклюнется. Так, чтобы не попортить корневую систему, лучше руками мы ее подкапываемся под нее. И начинаем. Оп, все, оторвали. Смотрим. Ой, какая здоровая корневая система. Вот это да, тянется. О, аккуратненько ее. Вот, он же на вскрытии. Он же через 2-3 часа, он может скрыться. Этот грибок. Так, кладем его. Следующий. Ну, этот, это можем на доращивание. Здесь нам корневая система сильная не нужна. Просто под самым низом мы сейчас ее подрежем. Все, срезали. Мы просто гриб возьмем на доращивание. Может быть он, если мы его посадим в определенное место, он выдаст корневую систему, а сам и сохнет. И уйдет по корневой системе. И можем смело его сажать. Искал я его где-то 3 года. Через 3 года я его нашел все-таки в лесу. Это примерно в 5 километрах от моей дачи были. Я пришел на дачу, взял палатку небольшую, спальный мешочек. И пришел на это место. Вот, на этом месте двое суток находился, ждал, когда этот гриб скроется. Чтобы именно со спорами его взять. А я не знал, что яйцо можно доращивать. И потом начал я его изучать. Вот, и в течение трех лет вот я его изучил, как он растет. Что именно он корневой системой размножается. Он и с порами тоже размножается. Он с порами размножается очень трудно. Вот, а корневой системный, элементарный, вот на садовом участке, на огороде. Гриб веселка, это как цветок папоротника. Его ищут в определенное время. Но только чтобы не для богатства, а для здоровья веселка появляется именно на Ивана Купала. Или после Ивана Купала, точнее. Раньше я ее не видел.